Всем доброго времени суток! Меня зовут Ева Лекцер. Рада приветствовать всех, кто зашел на мой канал. В текущем видео хочу выполнить такой интересный расклад по просьбе одной из моих подписчиц. Что он говорит обо мне, своим друзьям или близким? Ну, то есть, говорит вообще, либо как человек вас воспринимает, да? Каким образом мы с вами построим расклад? В целом, первый аркан покажет, как партнер вас воспринимает. То есть, что на самом деле он о вас думает, да? И как вас позиционирует в кругу своих друзей или близких. То есть, какое мнение о вас он высказывает. Итак, работать мы сегодня будем с дорог Грааля. Колода достаточно специфична в плане подачи информации и в плане своей прорисовки. Всего у нас с вами будет 8 вариантов. Как всегда, ваша задача расслабиться, настроиться на расклад. Выбрать один из 8 вариантов, тот, который вы заранее себе уже придумали, да? Либо ту ступку карт, которые будут на вас смотреть. Напоминаю, что расклад общий. Безусловно, напрямую здесь зависит от вашей интуиции, насколько она вам вообще присуща и насколько она у вас работает. Поэтому, когда вы пишете, что там не совпало, либо каким-то образом не проигралось, здесь есть вероятность, что вы просто не настроились на расклад и, соответственно, выбрали мне свой вариант. Либо заведомо смотрите тот расклад, который не для вас. Ну, то есть, логично, если у вас нет партнера, то смысл вам просматривать это видео. Итак, давайте смотреть. Первый вариант. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. И восьмой вариант. Ваша задача выбрать вариант. Все арканы я вам буду показывать, все буду озвучивать, поэтому тех, кто переживает, что будет плохо видно, не переживайте. Все карты буду подносить. Итак, я думаю, времени вам хватило, чтобы сосредоточиться, настроиться на работу. Давайте смотреть. Итак, для тех, кто выбрал первый вариант. Как мужчина вас в целом воспринимает? Здесь у нас падает семерка мечей. Именно в этой колоде эта карта говорит о том, что, во-первых, человек наконец-то встретил своего соратника, то есть в пути. То есть в вашем обличии он видит близкого человека, он, знаете, по-своему как бы обескуражен, но вместе с тем вам очень рад. То есть он не понимает, для чего вы в его жизни появились, но человек безумно рад вашему присутствию. Потому что либо вы даете ему какие-то новые эмоции, либо толчки в жизни, либо в целом меняете его жизнь в лучшую сторону. То есть это, знаете, я бы даже назвала так, обескураженная радость. Я не буду вдаваться в смысл трактовки аркана, связана она с учением тамплиеров. Вот здесь именно изображена ситуация, когда после битвы обескураженный воин возвращается к своим рыцарям, к свой орден. И они, знаете, вот такая вот радость, потому что они думали, что действительно он погиб, и они теперь несказанно рады его видеть. То есть такая вот, как и пишется в трактовке, да, бескураженная радость. Итак, что же партнер говорит о вас своим близким, либо своим родственникам? Здесь по карте четко идет ситуация, когда он вас позиционирует как человека, который делает какой-то кардинальный ход событий в его судьбе. Потому что шестерка мечей – это новый путь, это карта помощи, это сама по себе ситуация, когда вы человеку помогаете после каких-то сложных перемен. Например, восстанавливаете его после кризиса, то есть, не знаю, там, после развода, после какой-то тяжелой болезни, либо в целом после каких-то серьезных перемен. На него вы, по сути, как луч света, да, в темном царстве. Вот именно так он о вас отзывается среди, ну, в кругу своих друзей, своих близких и знакомых. Человек действительно о вас ценит. Поэтому для тех, кто выбрал первый вариант, я искренне за вас рада. Так, для тех, кто выбрал второй вариант, как воспринимает вас партнер? Так, ну, здесь мастер сосудов. Ну, во-первых, смотрите, есть ли мужчина у вас водной стихии, рак, скорпион или рыбы, то здесь на первом месте он ставит себя в свою зону комфорта, но вместе с тем здесь присутствует какая-то эмоциональная привязка. То есть, по сути, он вам рад. Объясню, почему. Вы даете ему какой-то новый источник эмоций, мудрости, знаний, каких-то вот эмоциональных переживаний. Что на самом деле он озвучивает вашим друзьям и кругу своих близких? Здесь у нас падает девятка копий. Это, знаете, когда человек озвучивает такую позицию, когда он сам не знает, нужны вы ему или нет. Потому что вот здесь изображена ситуация, когда искатель Грааля встречается с Марией Магдалиной, и она подсказывает ему, на какой ему путь выйти. А он стоит и сомневается, а верно ли это решение, а стоит ли туда направляться. Вот так и ваш молодой человек, он на текущий момент не понимает, для чего ему ваши отношения, стоит ли их развивать, и стоит ли в целом идти этим путем. Именно в этой колоде это ситуация сомнений, внутренних переживаний и попытки разобраться в себе. То есть на текущий момент, возможно, ваш партнер спрашивает у своих друзей, знакомых и близких, как ему быть в этой ситуации. Стоит ли в целом развивать с вами отношения. Для тех, кто выбрал третий вариант, как вас воспринимают партнеры. Здесь у нас падает девятка мечей. Во-первых, у вашего молодого человека много страхов. Не знаю, то ли он боится, что попадет к вам под давление, под ваш каблук, то ли в целом, что он эмоционально залипнет и завязнет в этих отношениях, то ли в целом, что он не готов к ряду обязательств перед вами. Ну, здесь у человека очень много страхов. Идет ситуация опустошения. Возможно, на текущий момент вы в ссоре, либо в каком-то душевном эмоциональном раздрае. Соответственно, партнер пытается себя собрать, прийти в чувства и разобраться, что же происходит в текущей ситуации. Как он вас позиционирует для своих друзей и знакомых? Здесь у нас падает пятерка сосудов. Но вот знаете, вот здесь, скорее всего, идет ситуация ссоры или потерь, потому что на текущий момент человек не понимает, что произошло. Это карта потери. Самое главное, человек не видит основного, что есть шансы или шансы зависят от него. То есть, возможно, ему стоит измениться, каким-то образом извиниться перед вами, наладить с вами контакт. Человек этого не понимает, не замечает, и, соответственно, идет ситуация разочарования. То есть, сейчас, как он позиционирует, что он рассказывает, идет ситуация полного опустошения и разочарования в текущих отношениях с вами. Именно это он выносит вовне. То есть, это может состояться после разрыва, ссоры, либо бракоразводного процесса. Для тех, кто выбрал четвертый вариант. Как воспринимает ваш товарищ? Здесь падает двойка копий. Двойка копий – ситуация сложного выбора. Потому что человек, знаете, вот как, ну, например, дал обещание жениться, идет ситуация сожительства, а потом оп, и товарищ сдает назад, потому что сомневается. А то ли дорогой я иду, а возможно, мне стоит идти этой. И здесь самое главное по этой карте, вашему партнеру нужно соблюдать баланс, разобраться самому себе и найти именно тот верный путь, которому стоит идти. То есть, на текущий момент, по двойке копий, у него еще может быть ситуация выбора и наличие альтернативной партнерши. Поэтому обратите на это внимание. Человек здесь четко находится в ситуации выбора. Как же на самом деле он вас позиционирует в кругу своих близких и друзей? Здесь вот падает у нас Аркан Диддрен. С позиции философии тамплиеров это та девушка, которая имела дар ясновидия, дар пророчества и непосредственно еще умела исцелять больных людей. Она дала свою кровь для девушки, которая больна проказой. Суть в чем? То есть для него вы, во-первых, родственная душа. Вы благодаря своей интуиции, чувствительности помогаете ему в решении каких-то проблем. Вы для него знаете, ну поймите меня правильно, как женщина-жилетка. То есть к вам он приходит поплакаться, получить какой-то дельный совет, реализация своих планов и идей, потому что он понимает, что благодаря вашей мудрости идет осуществление или реализация его планов. Вместе с тем, да, он ощущает какой-то приток родственных связей, то есть родственной души вас. Это он, безусловно, видит, но не понимает, та ли вы единственная, которую он ищет все это время. Так, для тех, кто выбрал пятый вариант. Как воспринимает ваш мужчина? Тройка сосудов. Карта радости, приятного времяпрепровождения, карта удовлетворения. То есть, знаете, вот здесь ваш партнер у вас пришел посмотреть как на какое-то сокровище, которое выставляют в храме, да, а здесь непосредственно собрали послушников в храм Грааля, то есть выносят чашу Грааля. И вот он своего рода пришел на вас смотреть как на сокровище. То есть на текущий момент вы для него представляете наибольшую ценность. Как он позиционирует у вас для своих друзей и родственников? Здесь падает восьмерка сосудов. А вот здесь идет какая-то ситуация разочарования, потому что, знаете, вот у него такая теперь позиция не все то золото, что блестит. То есть так рвался, 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 а потом осознал, а видимо не мое. То есть какие-то духовные ценности у вас разнятся или они в целом, знаете, как не совпадают. Помимо всего прочего, по восьмерке сосудов здесь мог быть уход мужчины от вас, либо в целом какая-то ситуация ссор и расставания. И помимо всего прочего, у человека сейчас идет ситуация переоценки ценностей. Попытка разобраться в себе и осознать ситуацию, что же пошло не так, ведь так все было идеально, что же послужило первопричиной, почему, скажем так, мы не совпадаем в каких-то основных моментах. Так, для тех, кто выбрал пятый вариант. Как вас воспринимает ваш партнер? Здесь падает десятка копий. Ну, понимаете, вот здесь касаемо вашего мужчины, знаете как, мужик сказал, мужик сделал. То есть ваш мужчина, человек слово. И вот на текущий момент отношения с вами для него, по сути, какой-то желаемый, но в то же время трудновыполнимый ряд обязательств. То есть он готов брать ответственность за вас, за ваше будущее, но для него на текущий момент это в тягость. Потому что он сомневается сам в себе, то есть потянет ли он, способен ли он. Потому что, по сути, эта долгая дорога, которая ушел, он действительно этого желал. Но теперь сомневается в том, а потянет ли он такое время. Как он вас позиционирует для своих родных и близких? Здесь у нас падает прецептор копий. Здесь на текущий момент карта говорит о том, что, возможно, знаете, это как человек может отказаться от своих слов. То есть ответственность взял, но не потянул. Потому что прецептор копий, это у нас, по сути, рыцарь мечей. Это какое-то либо неожиданное решение, либо его молниеносный уход, либо отъезд без объяснения. Потому что, знаете, вот здесь идет ситуация, когда человеку стыдно признаться в том, что не тяну, ну не вытягивает вас мужчина эмоционально, либо физически, либо в каком-то контексте. Понимаете? Кстати, вы заметили, я вам потом объясню, кто захочет посмотреть обзор, обязательно ему выложу, что все арканы в текущей колоде это продолжение вот одного аркана, он перетекает в другой. То есть здесь вот такие четкие, яркие картины, которые показывают путешествие искателя Грааля. Но вот на текущий момент ситуация именно такова. То есть что он здесь хочет внести? Он здесь хочет внести ясность, он хочет здесь объясниться. И прежде всего, знаете, как дабы не обидеть и вас, но вместе с тем быть честным с самим собой. То есть готов ли он к этому? На текущий момент пока не готов. Так, для тех, кто выбрал седьмой вариант. Как вас воспринимает? Здесь падает семерка копий. Ну, по семерке копий это ситуация какого-то, знаете, я не могу сказать, что разочарование, отстаивание своих прав. Потому что здесь семерка копий, это сама по себе ситуация, ну, это называется жезл, семерка жезлов. Отстаивание своих прав, своих интересов. Когда человек не прогибается чьей-либо воле, пытается отстоять свою правоту, свои взгляды на жизнь. Вот так вот сейчас мужчина, например, может бороться за вас, отстаивать вас, да, красиво ухаживать, либо пытаться отбить вас от другого мужчины. Либо же, если у вас уже отношения состоялись, то отстаивать свои позиции. Какие-то взгляды на жизнь, какие-то свои правила, какие-то стереотипы. Как же он вас позиционирует в ряду своих друзей и знакомых? Здесь у нас падает шестерка камней. Шестерка камней, вы понимаете, вы для него как благодать. Вот здесь вот, скажем так, прообраз Дивы Марии, которому мужчина пришел преклоняться, просить помощи, просить поддержки. Вот вы для него этот благодатный источник. Вы ему та помощь, та поддержка, та опора, которую он всю жизнь искал. Вот так он вас позиционирует в кругу своих близких. То есть, вы для него действительно крайне значимы. Он действительно вами дорожит и готов вкладываться в вас в свою очередь. Это ведь не только карта просьбы помощи, но это оказание поддержки. То есть, здесь мужчина, несмотря на какой-то может свой нрав и так далее, да, вот какое-то вот задетое самолюбие, вместе с тем без вас, ну, категорически не может. Так, для тех, кто выбрал восьмой вариант. Как воспринимает вас ваш мужчина? Тройка мечей. Ну, что мне сказать? Ситуация предательства любовного треугольника, ситуация тяжелого выбора. Как говорит этот Аркан, не буду вдаваться в предысторию по текущим картам, но здесь мужчина отвечает за, скажем так, действия, действия своего, то есть, за последствия своего выбора. То есть, получает осознанное наказание. И на текущий момент, либо вы ему разбили сердце, либо сердце он разбил вам. Хотя он это принимает и осознает, но понимает, что здесь изменить ничего нельзя. Что он говорит вашим друзьям и знакомым? Здесь у нас падает послушный копий. Для него это сама по себе ситуация нестандартной формы отношений. То есть, такого ранее у него не было. Это в какой-то степени повергает его в шок, но вместе с тем, знаете, как будет какую-то неизведанность. По этой карте мужчина либо ожидает от вас известия, либо какого-то сообщения, то есть, приезда, созвона. То есть, желание прояснить ситуацию расставить с точки над и. Потому что, пожизлов, здесь ситуация ожидания, когда вы выйдете на связь и все-таки сможете что-то здесь решить, какую-то текущую ситуацию. Как же он позиционирует у вас в кругу своих близких и друзей, но это, знаете, как из ряда вон выходящее событие. То есть, такого формата отношений у него не было, и здесь эта ситуация просто ввергает его в какой-то хаос и стагнацию. То есть, увы, его жизнь перевернули полностью. Вот таким вот вышел расклад. Буду вам признательна за обратную связь. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как у вас проигрываются или не проигрываются расклады. Для тех, кто хочет получить индивидуальную консультацию, ссылки на мои контакты вы, в принципе, можете найти под любым моим видео. Ну, а с вами была Ева Лехцер. Благодарю вас за просмотр. Всего хорошего. Аминь. Аминь.